Привет, зритель! Обзор осенней обуви. Так получилось, что это спонтанно, и одни сапоги внезапно грязные. Но это доказывает то, что я в них хожу. Если опять какой-то папа больно прибежит в камень-то взрывать, а, могла бы обувь-то и помыть. Так вот, сходи и помой свою обувь. Чё? А с остальным welcome to health, зритель. Как ты знаешь, зритель, если ты смотрел обзор летней обуви, то там были кедики. Вот какую-то часть осенью я ходила в этих кедиках, а потом они отдали Богу душу. И я стала ходить в кроссовочках. Они потеплее, чем кедики. Этим кроссовочкам 300 лет столько наживут. Я их покупала, блин, где? В центру обувь. В центру вот это вот. Я там ещё покупала ещё что-то и ещё что-то. И вот был такой рюкзачок. Наверное, это тот самый рюкзачок, сумочка зелёненькая. Возможно, это она была. В том самом знаковом СМР 100, что ли, там тысяч подрассмотров на нём, если не путаю, который был первый СМР шоу в моей сумочке, от которого что-то так повизгивают все мои эти, практически все мои подписчики, которые подписаны на меня из-за СМР. Привет, подписчики. Круто, что вы на это подписаны. Я так и не оселила этот ролик, как и большинство СМР с себя того времени. Короче, я их покупала тогда же, когда эту сумочку один в один в Ярике в центре. В центре обувь. В упор не помню почём, может, рублей за 500. Они до сих пор ещё живы, эти кроссовочки. Но они, можно сказать, что они тёплые. Вот, допустим, летом в них не походишь, потому что в них будет жарко. Они такие салатовые внутри, фиолетовые снаружи и оранжевые шнурочки. Хорошие кроссовочки, очень удобные. Правда, в какой-то момент, ну, вот так, в каком-то 2014 году, по-моему, я покупала 15, 16, 17, 19, 20. Шесть лет прошло, и я внезапно стёрла в них ногу. С одной стороны пятку, с другой стороны пальчик большой. Вот на левой, точнее, на правой ноге пальчик большой, а на левой ноге пятку. Ну, я умею. Я иногда и в варенках в детстве стирала, и в тапочках. Ну, в общем, они сейчас пока убраны, потому что сейчас у нас то снег, то его отсутствие. Так, то, в чём я ходила, и ради чего я купила гетры из предыдущего ролика, которые ещё были на моих ножках, когда я тут стримила, по-моему, в прошлое воскресенье. Батыночки. Из кожи молодого Дермонтына. С ушками. По-моему, я их когда-то даже отдельно обозревала. В общем, тут ушки такие. Можно зафигачить. Гетры-то я ещё не убрала. В общем, вот так вот оно было бы. Ну, гетра полностью на это делается. Тут длинные шнурочки. Несмотря на то, что это кожа молодого Дермонтына, и мех искусственный, они довольно тёплые. Единственный минус, если и мокрая погода, то правая нога промокает. Я пока не поняла, в чём прикол. Мы как-то с тетей выползли. Игрую, блин, нога промокает. Она говорит, так даже подошва-то высокая. Ну, может, лужа такая была, что покрывала эту подошву. Но как-то вот оно промокает. Сейчас глянем эту ногу правую. Я всё хотела глянуть, что там не так в ней, почему она промокает. Вот сейчас как раз тот самый случай, чтобы глянуть. 38-й они маломерят. У меня 35-й. Но туда можно нацепить этот толстый носочек. Так. По-моему, и в кроссовке-то можно нацепить носочек. Не особо толстый только. Сейчас глянем. Ой. Да, они, в принципе, одинаковые. Только на кроссовках нигде не написано, какой это размер. На них только написано фэшн. Хорошо прошитые. Волосатенькие, с ушками. Ну, оно как бы задумано, что оно вот так вот будет. Но оно ни хрена не держится. Ну, и удобнее было бы, конечно, чтобы вот здесь вот, если бы были дырки, было бы прикольно. Мне ещё тётя тогда сказала, обрежьте уши, я думаю. И что, оно будет вот так вот торчать обрезками? Только потому, что у кого-то советско-союзная травма от того, что нельзя было ходить, как тебе хочется, надо было ходить, как все. Потому что, а всё люди скажут, потому что, вот, допустим, у нас в семье был такой конкретный матриархат. Бабушка у меня в детстве отнимала конфеты, которые мне дарили на Новый год. Или просто дарили. Если какие-то конфеты ей нравились, конфеты маска, допустим, я попробовала несколько лет назад у подруги, я очень опасалась, что мне от них будет плохо, потому что мне говорили, что если ребёнок съест конфеты маска, то он побрёт. В общем, если конфеты маска съест кто-то другой, кроме бабушки, то будет ему плохо. Это я к тому, что вот дети сейчас пошли привередливые, они все конфеты жрут. Не всё жрут то, что им дарят. И не только дети. Но не будем о грустном. Так вот, есть люди, которым очень страшно выходить в чём-то вот в таком. А чё скажут другие? Мне кажется, сейчас настолько людям пофиг. Или люди, по большей части, даже не особо умные. Не настолько тупые, чтобы обсуждать, кто в чём ходит. Ну, а кто обсуждает, это уже совсем дно. Это как мне какой-то мальчик или девочка, не знаю, кто там написал в каком-то ролике, где вот уже в этой квартире примерно на этом фоне сидела, хомячила в каком-то мукбаге азиатскую хавку. Сказал, а чё руки-то так тросятся? Я думаю, наверное, у него родители были хреновые, если вообще не были. Но я помню, в детстве как-то на кого-то тыкнула пальцем. Мне мама очень вежливо и тактично вынесла мост, но так, что мне больше не захотелось тыкать пальцем. Не повезло. А теперь во-во. Где у нас тут зимой можно найти это всё? Вот мне самой интересно, где это такое нашло? Короче, вот, учитывая, что вчера как бы было сухо. Но это как бы резиновые, но они дутыши. И у них, в общем, вот здесь резина, внутри такая байковая прослойка, вот здесь какой-то флисовый начёс. Это такое, видимо, там ватка какая-то. И вот это вот фигня, которая не промокает. Можно сказать, что это галуши подверг каких-нибудь сапог. Но на самом деле это частично резиновые. И вот в этих частично резиновых я сейчас шастую, потому что как-то вышла в ботиночках, такая сляка, ножки промокли. Думаю, нахрен буду ходить в резиновых, пока снег конкретно не пойдёт. А потом я залезла в шкаф и думаю, блин, у меня же были уги. И только потом, когда я их не нашла, я вспомнила, что когда я сюда переехала, у меня были уги очень хорошие, мягкие, тёпленькие. Закасать чем-то такие удобные. Долго жили, ещё бы прожили. Но у меня была такая подружка, которая помогала мне с переездом и много чего волокла. Благо, она ко мне больше не приходила. Но однажды она мне позвонила, сказала, Лёль, а у тебя дома что-нибудь новое появилось? Я говорю, нет. Жалко. А до этого позвонила, говорит, слушай, давай я к тебе приду, ну там это то и сё. Я говорю, давай погуляем лучше. Она всё-таки как-то припёрлась, но дальше кухня я её не пускала. Напрягла, что-то в Старикор обошёл у меня в комнате там привидение летает или ещё что-то. Она почему-то поверила в эту хинею и сидела на кухне. Короче, больше она у меня ничего не уволокла, но много чего уволокла. Знаете, крышку от сковороды. И на мой вопрос, типа, ну это, слушай, ты не видела крышку от сковороды? Нет, тебе что, жалко что ли? Ну, короче, в общем, когда я поняла, я, к сожалению, убрала в шкаф, где стоит обычная обувь, в ту часть шкафа, шкафа, где внизу стоит обувь. Короче, ну, предыдущий ролик не могу показать. Я поняла, что мне надо луги, и что у меня есть зимние сапоги, видимо, ещё вот эти вот ботинки, которые осенне-зимние. Может быть, ещё что-то есть зимнее. У меня ещё, кстати, есть что-то осеннее, осенне-весеннее, но я это пока не одевала, и как-то не пришлось. Я решила сначала всю обувь обозреть, а подумала, что её обозревать, если я, как бы, это фавориты, да, осени. Вот фавориты осени. Если бы у них ещё было можно ходить в этот полуснежок, я бы у них дальше састала. Вот фавориты осени. Ну, я решила обозреть только три порога. Но я могу тебе, зритель, сделать эксклюзивный обзор тапочек. В пятёрке сейчас продаётся. Уже волосины пошли. 250 рублей без копейки стоит такая штука. Первые два дня она пахнет чёрным виноградом из Абелла, она ароматизирована. Это 36 размер женские тапочки. Там у с 36 по 39 из 40 по 41 уже в чёрном дизайне мужские тапочки. Покупала на гражданской у нас пятёрке. Но я так поняла, что не везде сейчас в любой пятёрке есть эти тапочки. Сделано в России номер 301 36 размер маломерки. Потому что я лапку сюда вставила свою 35 и она практически тока-тока. И вот кто-нибудь придёт ко мне в гости, у кого лапать больше, чем 35 и им будут уже малы. Но у меня есть другие тапочки, которые в принципе можно оставить как для гостей. В общем, вот так. Кстати, чё я тебе только одну ногу-то показала. Вот вторая нога и тут тоже этот. Там 50% хлопок, 50% полиэстер. Внутри такая вот мягкая хренатенина. Сверху такой как бы рисуночек. Хотелось сказать набивной, но я не знаю, набивной ли это. И они фиолетовые. Вот там весь такой дизайн, только разные размеры. Так что, зрители, если тебе нужны тапочки, учитывай, что они маломерки. Но они хорошие, удобные, уютные. Теперь пока, зритель! Не забудь поставить палец кверху.